Дорогие отцы, братья и сестры, во-первых, я хочу всех поблагодарить за то, что нашли время, чтобы нашего отца, дедушку и прадедушку проводить последний путь, потому что все мы всегда нуждаемся в молитвах других. Мой папа, он одет в крестинной рубашке, в которой он погружался в реке Иордан. Где он был на паломничестве. Он был там четыре раза. Есть такое благочестивое обычае, если человек взрослый погружается в Иорданию, в память крещения Господня, конечно. Но хоронится в этой крестинной рубашке. Это очень потрясающе. Мой папа, он одет в патистинной рубашке, когда он был в реке Иордан, в реке Иордан, где он был четыре раза в его жизни, на пилограмме. Иордан, где он был в реке Иордан, где он был в реке Иордан. Иордан, где он был в реке Иордан. Иордан, где он был в реке Иордан. Это очень комфортно. Вы видите икону, вот с ним сейчас. Это святой великомученицей Екатерин. Папа был в Екатерининском монастыре четыре раза со мной, с мамой. На паломничестве Екатерининский монастырь. Это самый древний монастырь в мире. И он находится в подножии горы Синайской. Папа очень любил великомученицу Екатерину. Мы подарили вот эту икону с надписью сзади. И я даже ему сделал этот иод, чтобы он мог перед ней молиться и читать эту надпись. Господь призвал его к себе седьмого декабря, день памяти святой великомученицы Екатерины. The icon that you see in the popular of my father is one of them is the icon of holy great father Catherine. My father, together with my mother and myself and other children, he visited St. Catherine's monastery four times in his life. The monastery is the oldest monastery in the world, and it is found at the foothills of Mount Sinai, where Moses gave the tenth of mine. My father had a great reverence for the great Martha Catherine. And our Lord chose to take him on the 7th of December, which is the day, the feast day of St. Catherine the great Martha. Мой отец был очень богатым человеком, но я никогда не помню в нашей жизни, чтобы у нас было много денег. А был он богат тем, что у него была жена, три сына, пять внуков и тринадцать правдников. И думаю, что это ему приносило очень огромное утешение. Если бы вы могли посмотреть на него, было каждый раз, когда родился новый правнук или внук, как он радовался и какое утешение ему приносило это, вы бы поняли, что происходит в его душе. Мой отец был очень богатым человеком, но я не помню, что в нашей жизни было много денег. Он был очень богатым, потому что у него было 3 сына, 5 grandsons и 13 great-grandчиллены. 5 grandчиллены, 13 great-grandчиллены. And if you could have seen him every time a grandchild was born or a great-grandchild, the look that he had on his face, you would understand what was happening in this man's soul. Мы люди православные, и мы понимаем, что есть жизнь и есть смерть. Но смерть – это не то, что светский человек понимает смерть. Почему говорится в послании, которое мы слышали сегодня на отбивании апостола Павла Солунина, что «не горюйте, не скорбите, как те, которые не имеют упования». Мы не плакать не можем, когда мы потеряем кого-то близкого. Мы не можем не скорбеть, когда любимый человек уходит от нас навсегда в этой временной жизни. Но апостол говорит, «но не скорбите, как те, которые не имеют упования, как те, которые не имеют надежды». Потому что мы не из таковых. We heard today the apostle, epistle reading to the Thessalonians where the apostle says, «дон't grieve like those who have no hope». It is impossible for us not to weep and not to grieve when we lose a loved one in this earthly life in fact, Jesus Christ wept when Lazarus died and Christ knew that he was going to resurrect him from the dead but as a man he wept and we cannot but feel a great and terrible loss but the Apostle Paul says, don't grieve like those who have no hope я уже много раз это говорил на отбивании и хочу и сегодня повторить нас различает от светского мира один факт это то, что мы верующие люди верим, что Христос воскреснет и мы имеем надежду на свое воскресение вот это единственная вещь, которая нас разделяет от других неверующих людей а представьте себе если у тебя нет надежды в твое воскресение после смерти то у тебя вообще нет надежды вообще зачем тогда все зачем тогда эта жизнь к чему ты стремишься на что ты уповаешь что ты строишь что ты приобретаешь что ты приобретаешь это все прах а вот есть одна маленькая вещь я верующий человек а я уповаю на свое воскресение измен и все абсолютно меняется абсолютно все сразу меняется вот представьте себе капитава think about this difference we talk about these things because we are believers у моего папы первой правду Иннокентий он не мог с ним пообщаться потому что Иннокентий ушел во Господь в тот день когда он родился и я просто не могу убрать эту мысль из своей головы что наш Радедушка общался с двенадцатыми двенадцатыми правнуками а с одним днем а теперь он общается только с ним в Царстве Тебесном а с другими он пока временно не общается это тоже приносит огромное решение there's a thought that I simply cannot get out of my head and that is that my father had 13 grandchild but the first of these Иннокентий he was not able to interact with because he died on the day that he was to be born but my father had interaction with 12 grandchildren and now that interaction with 12 grandchildren is going to cease for a while but he will have complete interaction with the first one because they are now able to speak to each other and I think that's an extremely comforting thought I remember that that Father was on the Святой Земле and that He was a palom not because if someone went to a palom or died in a certain day or died it does him it does him it does he will not save but we should in life we should выразить нашу любовь и веру в Бога мы же чем-то должны показать что мы не безразличны нашей участи нашему будущему духовно вот это мы делаем через хождение в церковь через молитву через паломнические поездки через добрые дела это нас не спасает но это показывает Богу что мы хотим быть с Ним и хотим спастись когда я mention эти вещи обои в Бога в Бога и обои эти вещи что он делал я не скажу это потому что это все они не понимают что это есть но в our life мы должны демонстрировать к Бог что мы хотим быть с не демонстрировать к Богу что мы не не демонстрировать к нам и и и это мы делаем Папа, как многие-многие люди его поколения, были большими работягами. Они мало находили покоя и в молодости своих, и в зрелых своих годах. И у них была одна цель, чтобы их дети, и внуки, и правнуки не так трудились, как они трудились. Это как бы завечная мечта каждого, мы бы сказали, нормального такого человека, совестного человека, который будет для будущего лучше, чем он имел для себя. Папа Горбаким. Мой father, он был как многие-многие люди в его роде. Он был очень трудным, но он был очень трудным, даже в молодых годах. Даже когда он был только ютем. И когда он был родителем, он просто работал очень, очень трудным. Но он shared this notion that many, many people of his generation have, and that is that the life of my children and my grandchildren and my great-grandchildren will be better than the life that I am. This is something that people of that ilk, we are not like that, but people of that generation, that's what they want. They want to see better for their own project. And this is exactly how my father was. И несмотря на это, несмотря на то, что папа был большим-большим работником, вот большим. Но всегда было время для Бога, всегда было время для храма, всегда было время для церкви. Вот он находил возможность, вот, находить вот этот золотой путь, чтобы и на все подало время. И despite the fact that my father did work so hard, he, I don't ever remember a time when he didn't find time for church, he didn't find time for prayer, to go to church, to go to feast days, and so on. He found that golden middle that we all search for for you. The ability to live your life and to do what is necessary, but you also have to do things for God, for your eternal son. И одну еще хочу сказать вещь. Когда моему папе было где-то 16 лет, он уже с мамой познакомился, они уже ухаживали, он видел чудо. Чудо было такое, это было зимой, это было в поселке Бергурге, Китай, и Великую Субботу, он пошел в церковь для того, чтобы читать апостол. Вы знаете, перед заутренней читается весь апостол. И был снег. И вот он, я бы только попросил его, он много раз с нами об этом делился, я бы попросил его это все записать. И он вот был в храме, когда читал запостол, и он почувствовал, что надо выйти. И вот он вышел из храма, снегопад, и он слышал, что что-то горит. Что-то горит, и посмотрел, и видит, что купола и кресты на храме горят. Во время снегопада. То есть они горели и не сгорали. И он был первым, который это увидел, а потом уже начали люди стихаться, смотреть на это чудо, и даже архимандрит Филарет, будущий митрополит Филарет Вознесенский, наш, зарубежный, он тогда, будучи архимандритом, приехал из Армена для того, чтобы расследовать это дело, чтобы именно узнать и записать. Это произошло в коммунистические времена. Но, и, конечно, когда комиссия коммунистическая приехала, они там определили, что это что-то в атмосфере такое случилось, что вот такое, это совершенно естественное явление, потому что это каждый день бывает такое явление, да. И вот они и все это списали. Но папа знал то, что он видел. Он видел это чудо. Я так понял, что это оставило отпечаток на его жизни, потому что он об этом часто вспоминал. И мама ему напоминала об этом, что вот жизнь вот так идет, а не забудь, что ты видел такое чудо, значит, надо, вот всегда надо Бога не забывать. There's one more thing that I wanted to share with you. When my father was about 15 or 16 years old, in one of the villages in China where he lived, they already were friends with my mother, they were going out together. So he experienced a miracle. What happened is that he went to church on Great Saturday, and as you know, during the service before the Paschal evening service, there's the reading of the Acts of the Apostles. And he went, he used to read that. He came into church to read, and he felt that he needed to go outside. And when he went outside, it was snowing, there was a kind of a small blizzard, and he heard that something was burning. This was in the village of Dirk Urga. And he heard something burning, and he looked up, and he saw that the cupola on the church and the crosses were burning. They were in flames in the snow. But they were holy. And he was the first person to see this. And then other people started coming out and being amazed and so on, and it just became a fact. And even, you remember our first higher up, Metropolitan Phililliot was, who was the Bishop of Brisbane at one time. Before he was Metropolitan, as a monastic, as an argumenter, he actually came in a commission from Harbin to Dirk Urga to investigate this miracle that my father had seen. Later, and this was communist times, of course, when communist authorities came in the delegation, they looked at it, and they said, oh, this is an atmospheric inversion of some sort. It's a perfectly natural occurrence. Because that's a natural occurrence. A cross as an upola to bur in a snow prison. And that's how they wrote it all. But my father knew what he had seen. And this had left an imprint on his soul. And he would tell us every now and then about this miracle. And my mother would remind him. She would say, you know, things are going a certain way in life. She would say, remember, God showed you this miracle. There must be a reason for this. And I think that was a kind of a reset for him. And you would remember this. And you would remember this. Once again, I want to thank all of you for finding the ability to come and to farewell our father, grandfather, and great-grandfather on his final journey. And may the rule of God grant him eternal rest in his own name to his radiance. Yes, she says he says... Yes, Y in,